Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс. О самых свежих новостях студенчества расскажу вам я, Елизавета Евтифеева. Итак, сегодня в выпуске. Красота спасет мир. В КФУ состоялся конкурс красоты и грации МИСКФУ-2017. И снова открытие. В высшей школе ИТИСКФУ появилась новая лаборатория. Медицинские учреждения Казанского федерального переживают глобальные изменения. Именно с ними ректор Казанского университета Ильшат Гафуров познакомил прессу Татарстана, продемонстрировав журналистам основные этапы капитального ремонта объектов университетской клиники Казань и бывшего военного госпиталя. Наша съемочная группа вновь оказалась в самом центре событий и убедилась в исполнении сроков и качестве выполнения работ. Смотрим! Переодевается в северную одежду. Можно показать, как вы видите. Есть ли возможность? Есть. Тут можно сравнить. Идет процесс стройки. Здесь будут научные, учебные лаборатории, необходимые для лабораторий специалистов. В высшей школе ИТИС КФУ появилась новая лаборатория Акбарс цифровые технологии. Что это за лаборатория и как она будет работать, узнаешь в нашем сюжете. В высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ 3 марта состоялась церемония открытия новой лаборатории цифровых технологий. С приветственным словом выступил проректор КФУ Дмитрий Таюрский. Лаборатория цифровых технологий именно в той области, которая сегодня и финансово емко, и затрагивает интересы практически всего населения. И что самое главное, она очень интересна для разработок. В рамках данной лаборатории студенты будут практиковаться в области цифрового маркетинга, разработки приложений, экспертных систем и технологического предпринимательства. Также и руководству Акбарсбанка интересны проекты для инвестиций. Было сказано, что ничто не стоит на месте, все изменяется. Мы должны за этими изменениями бежать, для того, чтобы не оставать и область инвестиционных технологий, область цифровых технологий, область финтехнологий. Они находятся на сегодняшний день. Это то, что находится рядом с нами. Точнее, либо догоняет, либо находится уже впереди немножко нас. Приоритетные разработки в лаборатории – это банковская деятельность, приложения для бизнеса, страхования, транспортные услуги и многие другие. О пользе такого сотрудничества с Казанским федеральным университетом рассказал директор высшей школы ИТИСКФУ Айрат Хасьянов. Приведение наших образовательных программ в соответствии с тем, что ожидает крупнейший в Татарстане банк для трудоустройства наших будущих выпускников именно в финтехе. Это, во-вторых, разработки исследований в тех направлениях, которые сейчас актуальны для Акбарсбанка. В-третьих, мы надеемся на коммерциализацию студенческих проектов, их стартапов, как в решениях самого банка, так и, может быть, в том, что банк будет инвестировать. После церемонии открытия лаборатории студенты прослушали лекцию «Тренды в финтехиндустрии». Теперь идеи инновационного стартапа в этой области можно презентовать в новой лаборатории. Добро пожаловать в инновационную лабораторию Акбарс цифровые технологии. Елизавета Евтифеева, Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. В КФУ состоялся конкурс красоты и грации «Мисс КФУ-2017», на котором выбрали самую красивую, умную и талантливую студентку «Альма Матер». Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Третьего марта в Казанском федеральном университете определили самую талантливую, грациозную и, конечно же, красивую студентку «Альма Матер», которая завоевала титул «Мисс КФУ-2017». «Мисс КФУ-2017» – это первый подобный конкурс, который был организован Департаментом по молодежной политике совместно со студенческим клубом КФУ, Ассоциацией студентов деревни Универсиады, а с организатором выступила общественная организация «Мисс Татарстан». В конкурсе участвовали не только студентки из России, но и из Китая, Узбекистана и Камеруна. За титул «Мисс КФУ» в этот вечер поборолись 16 финалистов, которые прошли очный тур конкурса. В первом же этапе конкурса зрителям и членам жюри удалось поближе познакомиться с участницами, ведь были показаны видеоролики об участницах, где они рассказали о себе, своих успехах и планах на ближайшее будущее. Вторым этапом стал творческий номер. Девушки продемонстрировали свои таланты, студентки из-за рубежа познакомились со своей культурой, переместив на пару минут зрителей свою страну. Между этапами конкурса на сцене выступали лучшие творческие коллективы университета. Гости, зрители и группы поддержки принимали активное участие в различных интерактивах от ведущих, которые также разыгрывали приятные сюрпризы от спонсоров. На церемонию оглашения результатов участницы вышли в прекрасных свадебных платьях, о котором уж точно мечтала каждая девушка в зале. Без внимания в этот вечер не осталась ни одна финалистка. Огромное количество подарков подготовили спонсоры проекта. Обладательницей титула МИС КФУ 2017 стала Полина Горюнова, студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Корону победительницы вручила председатель жюри Изольда Сахарова и проректор по социальной воспитательной работе КФУ Ариф Межведил. 24. Рест выйти из комнаты. Сувенирная продукция сертификат магазина «Золотое яблоко» от общественной... Было очень сложно, потому что времени на подготовку было очень мало, и мы каждый день ходили на каблуках. У меня дико болят ноги, потому что сейчас мы стояли просто на протяжении двух часов на каблуках. Это очень сложно, тем более после нескольких дней подготовок постоянных. На протяжении восьми часов в день примерно занимались, готовились с девочками из студии Мистерстан. Очень сложно и очень неожиданно. Эмоции впечатляют? Нет, у меня был уже опыт в конкурсе Мистерстан, поэтому мне было легче намного, потому что я через все это уже проходила, но эмоции, как всегда, переполняют все это очень неожиданно. Стоит отметить, что победительница конкурса получила не только массу подарков от спонсоров, то и попала в финал конкурса Мистерстан-2017 без участия в отборочном этапе. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Наконец-то мы дождались пробуждения природы и дыхания весны. Хотя солнце уже одаривает всех теплыми лучами, в лесах еще лежит снежный ковер. Поиграть напоследок в снежки и попрощаться с зимой студенты отправились на поезд здоровья в Зеленодольский лес. О солнце и дне чудес нам расскажет Анастасия Иванова. Анастасия Иванова Под ногами еще хрустит снег, но с деревьев уже капает все, потому что пришла весна, и студенты по традиции приехали в снежный лес прощаться со сказочной зимой. Ежегодно в начале марта, когда весна уже вступает в свои права, студенты Казанского федерального выезжают за город в еще снежные леса Зеленодольска. Здесь одни катаются на тюбингах, другие на снегоходе, а кто-то впервые встает на лыжи. Мне нравится зима, просто в моем городе, в Китае, у нас снег мало бывает, поэтому мне очень нравится, когда снег. И здесь вокруг, и здесь снег, поэтому очень понравится. И кататься я очень хочу научить, ну просто мне тяжело. У нас там снег мало, поэтому большинство нас не умеет кататься. В лесу не только теплая погода, но и дружественная атмосфера. Студенты целыми группами скатываются со снежных горок, а некоторые, не торопясь, беседуя с товарищем, с легкостью преодолевают 5-километровые лыжные трассы. Конечно, настроение отличное, Зеленодольск мой родной город, и эту трассу спорткомплекса «Маяк» я знаю как свою родную, тут с пяти лет катаюсь, и все отлично, погода хорошая, вокруг друзья, поэтому все прекрасно. Природа пробудилась, а с ней пробудились и студенты. Своё спортивное субботнее утро 4 марта встретило около 150 студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института экологии и природопользования. Теперь свежего воздуха и озорного настроения, надеяться, студенты, хватит на целый год. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюс. Что ж, на сегодня это всё. Весеннего вам настроения, ещё увидимся. Пока-пока.